Сейчас проанализировали разного рода гамильтанианы магнитиков, поговорили немножко о простых структурах типа фена и антифеномагнитизма, сделав акцент на особый статус антифеномагнитного состояния. Почему? Потому что проблема поиска основного состояния антифеномагнитиков это одна из проблем, актуальных до сих пор. Но если основное состояние феномагнитика, оно довольно простое, оно просто соответствует максимальной, с точки зрения банковой механике, максимальной проекции спины на узлах, то основное состояние антифеномагнитика оказывается чисто квантовые проруды. И простая классическая, школьная, как говорят, нейлевская интерпретация основного состояния антифеномагнитика, ну, которая иногда, с которой иногда связывает так называемое нейлевское состояние, вот он нам нарисован, для антифеномагнитика. Спин в одну сторону, спин в другую сторону. В этом случае обычно для антифеномагнитика вводят две подрешетки, потому что дальше видите, будет что, это сюда, опять спин будет, потом сюда и так далее. И вводят две подрешетки. Вот одна подрешетка у вас, так, вот вторая подрешетка. И самая простейшая теория антифеномагнитика, это двуподрешетничная теория. И мы говорим, двуподрешетничная антифеномагнитика. Хотя антифеномагнитики могут быть самые разные. Ну, и я фактически уже перешел к рассмотрению разных структур. Ну, действительно, давайте с разных антифеномагнитных структур поговорим. Вообще, если у вас, у магнитика нет спонтанной антифеномагнитичности, то есть суммарной, спонтанного, суммарного, спонтанного момента, антифеномагнитный момент, единица объема. Если нет суммарного, спонтанного, значит, спонтанного отсутствия поля, значит, да, магнитного момента, то есть нет магнитичности. Мы вообще можем сказать, что материал, а, либо не магнитен вообще, да? Либо он антифеномагнитный. Поэтому антифеномагнитное состояние, антифеномагнитик, это такое общее, очень широкое понятие для магнитиков, для которых отсутствует спонтанный магнитный момент. А сама магнитная структура при этом может быть самая разнообразная. Вот от простого двуподрешёточного антифеномагнитика. Вот давайте я, вот здесь я нарисовал эту структуру. Вот давайте я нарисую квадратный такой тоже, подрешёточный антифеномагнитик. Двумерный. Вот квадратная решётка, в узлах сидят один для момента, либо, знаете, спины так наметят. Ближайшие соседи в разные стороны, смотрим, ближайшие соседи. Вторые соседи, видите, в одну и ту же сторону смотрят, ну и так далее. В этом случае вы можете ввести, значит, две подрешётки. Вот такой тип у париточей антифеномагнитного называют шахматным порядком. Видите, вот, чёрный, условно, да, чёрный-белый, чёрный-белый, вот там, ну и так далее. То есть ближайшие все спины имеют противоположную ариентацию, антипараллельную ариентацию. Ну а следующие, за ближайшими, вот эти виды, одинаковая ариентация. Ну и естественно, что я могу ввести две подрешётки, кстати, обратите внимание, как они будут выглядеть, две подрешётки. Вот она, я пошёл нарисовать эту подрешётку. Одну, да, вот эту вот подрешётку, одна, вот здесь надо аккуратненько, аккуратненько, да, вот этот момент тоже сюда направлен, вот одна подрешётками, да, вот, и вот вторая пошла подрешёткой. Вот, то есть обратите внимание, что у них ориентация немножко, как бы, отличается, для этих подрешёток. Вот это шахматный порядок, шахматный порядок. Или, да, для описания вот таких простейших каких-то феромагнитиков, ну, либо одномерный, вот я там вырисовал, да, ну, кстати, вот одномерный феромагнит, лучше не так рисовать, а обычно так рисовать, потому что вверх-вниз, там, вверх-вниз, ну и так далее. Я чуть не знаю, почему так стал рисовать. Для описания простейших двух подрешётчиков антиферомагнитиков вводят, значит, либо моменты подрешёток, я это обозначу так, М1, момент подрешётки, и М2, либо работают со спинами на узлах той или иной подрешётки, прямо там, ну, скажем, ну, С1, но они все этой подрешётке эквивалентны, потому что подрешётка, это каждая, это подрешётка сферомагнитная подрешётка, это феромагнитная подрешётка. То есть это, в яичке, две феромагнитных подрешётки. Так вот, для описания антиферомагнитика вводят параметры порядка. В качестве параметра порядка, ещё раз повторяю, могут быть спины в узлах двух подрешёток. Ну, скажем, С1, я обозначу, спины в первой подрешётке, С2, спины во второй подрешётке. Либо магнитные моменты, это уже такая интегральная характеристика, сумма спин, грубо говоря, так, ну, суммарный магнитный момент подрешётки. Либо, и вот это тут очень важно, либо их комбинации. Вот самый популярный способ описания антиферомагнитика в двух подрешётчиков, это введение двух векторов, я их так обдаваю, разный вариант, М, суммарный магнитный момент, М1 плюс Н2. Ну, правда, вы скажете, что суммарный магнитный момент, судя по этой картинке, ну, любую травму. Ну, это, видите, это в отсутствии, скажем, магнитного поля. Ну, а если вы магнитное поле включите, то у вас магнитные моменты, вот эти вот, начнут к полю подстраиваться, да, и тогда, конечно, суммарно магнитный момент будет отраганилю, и будет отлично на нуля. То есть будет такое индуцированное поле на магниченность. Ну, и кроме того, ведь, видите, два параметра порядка, и ултар, а тут пока всего лишь одна комбинация, а вторую ещё. Вот она очень важная. А обозначается, это М1 минус М2. М1 минус М2. И вот для антиферомагнетиков подрешёточных чаще всего и работают вот с такого типа параметра непорядка. А говорят, вектор антиферомагнетизма, вектор антиферомагнетизма, М1 вектор феромагнетизма, вектор антиферомагнетизма, к вектору феромагнетизма. Вот мы в данном случае сталкиваемся с очень важным понятием параметров порядка для антиферромагнетика. Их два, ну они и векторные, ещё к тому же, да, два векторов параметра порядка. К чему я планю, а помним с вами в поведении физику твёрдого тела говорили о фазовых переходах, о теории Ландао. К чему я клоню? К тому, что на самом деле свободную энергию антиферомагнетика можно рассматривать в виде ряда по степеням или в виде разложения по параметрам порядка. По параметрам порядка. Я слышу, что это разложение должно включать в себя только негид, вариантные комбинации. И поэтому ему свободную энергию подышавшего антиферомагнетика. Лучше я так вот ее обозначу. Ниже будет понятно, почему. Не F, а вот Фин. Как мы их запишем? Ну, какая-то константная часть, независимая от магнитных параметров порядка. А дальше мы должны соображать, что по идее у вас значит свободная энергия. В отсутствии магнитного поля должна быть четная по магнитным моментам функции. То есть она должна быть инвариантом относительно преобразования обращения времени. Относительно обращения времени. То есть заметно T на минус T Т на минус на обратный. Магнитный момент на обратный. Она должна меняться, естественно. Ну, понятно. Ну, видите, все направления, все стрелы изменить. наоборот. Что, наверное, изменится? Да нет, конечно. Вот. Поэтому здесь квадратичная форма некая. Ну, вот вы и пишите. Плюс, помните, мы с вами в теории Лантау говорили, вот квадратичный по параметру порядка слагаем, вот там, четвертой степени принципиально важным является, да? Ну, вот так мы и пишем. Я помню, верно, напомню, что параметры порядка мы коэффициент перед квадратичным А обозначали, перед четвертой степенью там, В обозначали. Ну, это так и напишем. Скажем, А. У меня здесь два параметра порядка. Поэтому квадратичная форма пойдет ОМ. АМ квадрат. Да? Потом плюс, ну, какая-то квадратичная форма. Ну, здесь вот можно обозначить АМ плюс АЛ параметр ЭЛ в квадрате. ЭЛ в квадрате. Дальше, вообще-то говоря, возможно еще плюс ну, М на ЭЛ. М на ЭЛ тоже величина, которая при обращении времени не меняется. Значит, ну, вот так и напишем. А. ЭЛ. ЭЛ скалярный на ЭЛ. Плюс и так далее, вообще говоря. Так. Плюс и так далее. Ну, я здесь записал, правда, скалярные комбинации. А может быть, у вас симметрии допускает тоже квадратичные, но аризотропные комбинации. Здесь видите, изотропные только. Ну, то есть, скалярные свои. Чистые скаляры. Что-то за слагаемые. Я их отдельно выпишу. Почему? Потому что они допускаются, симметрии, не во всех. Не во всех антиэферомагнетика. Ну, это такого типа, например, слагаемого. Смотрите. Ну, я так условно напишу, там, скажем, раз, и плюс могут быть слагаемые. Не тривиальные, но они тоже должны быть вариантами относительно обращения времени. Ну, например, D1, MX, LZ. Ну, например, вот такая коммера. Почему? Может не быть. Ну, с точки зрения обращения времени она ничем не отличается ни от этой, ни от тех. Вот. Плюс, скажем, ну, если MX, LZ, то, наверное, и наоборот, FZ, LX тоже возможно. Плюс D2, LZ, LX. Вот. Вот такое, например, нетривиальные слагаемые. Я, пожалуй, может быть только... Хотя нет, давайте я ниже еще раз пишу. Плюс, ну, это сильно нетривиальные слагаемые, анизотропные. Здесь видите, как бы XZ-посвист выделены. Ну, давайте возьмем слагаемые типа квадратов, но анизотропные слагаемые. Ну, например, плюс K X MX квадраты. плюс KZ, MZ квадраты. Плюс, ну, это я взял, видите, анизотропные слагаемые по M, ну, аналогичные, слагаемые по A, также LX квадраты, скажем, LX квадраты. Плюс, давайте какие-то консантры, и введем ну так, ну так, A, A, L, и колония, нет, я не могу ввести, я не могу, ну, L, L, LX, LX квадраты, плюс, и когда-то, то есть, там, четвертый степень и так далее. Почему я клонюю? Ну, потому что, видите, у вас вот, возможно, такие слагаемые, которые соответствуют, или связаны с некими изотропными эффектами, с изотропными взаимодействиями. И, сами изотропные, а не изотропные слагаемые, а не изотропные слагаемые. Ну, что, чаще всего, теоретики еще предпринимают в этой ситуации? Ну, вот, обратим внимание, что параметры L и M, вообще говоря, ненезависимы. Почему? Ну, легко, сообразим, что, например, M1 в квадрате, это константа. Ну, почему? Потому что, вот, какие-то моменты связаны, скажем, со спином, ну, или с орбитальным моментом, а квадрат орбитального момента и квадрат спинного момента, это константа. Ну, помните, там, S квадрат можно заменить S на S плюс единичную. То есть, оператор S квадрат, скажем, с собственными значениями, если мы заменяем, мы заменяем S на S плюс единица. Ну, эта константа, как там, с видней грудится, глинаем, не меняется. То есть, вот, квадраты одинаковые у них, ну, очевидно, одинаковые, хотя сразу вопрос возникает, может быть, разный, могут быть. Вопрос не праздный, савто делим. То есть, когда ты сам себе задаешь какие-то вопросы и находишь на них разумный ответ, ну, может быть, и не находишь сегодня, скажем, да. Это вообще, на самом деле, двигатель, подающий понятие двигатель торговли, а раньше этот двигатель прогрессивно назывался. Это очень важно. и кроме того, видите, как вот, M и L получается ненезависимы. Ну, смотрите, очень просто. Давайте возьмем скалярное произведение, M на L, рассмотрим, да, M на L. Ну, здесь у вас, из школы берем, A плюс B на A минус B, A плюс B на A минус B, это будет A квадрат минус B квадрат, то есть, M один в квадрате минус M два в квадрате, но, если у них бодры одинаковые, значит, это будет ноль. А я записал такой слогатель, ну-таки его надо выбросить, ничего, но на самом деле не равно нулю. Это вот некая, иногда говорят, кинематика, некие кинематические соотношения или кинематическая связь между параметрами порядка, которая связана в данном случае просто с тем, что длина моментов в нашей модели, в нашем антиферене, она константа. Она константа. Поэтому, вот здесь можно сразу же приписать вот это условие, кстати, видите, оно вот куда следует, вот для новых параметров, то, что M на L, ну, кстати, эти маленькие иногда пишут, M на L скалярка равно нулю. M на L скалярка равно нулю. Ну, кстати, можно рассмотреть, например, L квадрат плюс M квадрат. L квадрат плюс M квадрат, такую комбинацию. Что она вам даст? L квадрат плюс M квадрат. Смотрим. Но вот удвоенные произведения, здесь пояса, в сумме, они выскочат, да, у вас останется 2 M1 в квадрате плюс 2 M2 в квадрате. Ну, это константа, это константа. Поэтому, можно еще одно условие кинематическое произведение написать. M2 в квадрате плюс M2 в квадрате. Я могу сказать, что, в принципе, можно было бы отнормировать вот эти вот L. Так и делают. Ну, тереть сразу на это внимание. Ну, во-первых, давайте M1 и M2 выберем по модулю единичную, скажем, равнивать, да? Ну, тогда здесь надо одну-вторую ввести, чтобы у вас M2 плюс M2 равнялось единичке. Ну, это удобно. Ну, кстати, это сразу о чем говорит? M2 плюс M2 это единица? M2 плюс M2 это единичка. Есть такое еще соотношение синус квадрат плюс косинус квадрат тоже единичка. Вот. То есть, это о чем говорит? Если вы отнормировали M2, так что сумма M2 плюс M2 это единичка. Ну, тогда вы можете записать вот такую, вернее, переход сделать к новым параметрам порядка. Это очень важно. Итак, если вы выбрали M2 так, что у вас M2 плюс M2 единица. Ну, повторяю, это можно сделать. Даже если у вас M2 не единички, да? Ну, значит, поделитесь здесь на модуль M2. То есть, переопределите вот эти вот M2 еще раз повторяю, если M1 и M2 по модулю единички, здесь надо просто по одной второй записать, чтобы сумма квадрата была единичка. Ну, а если это не единички, то еще надо поделить на модуль M1 и M2 парами одинаково. Ну, это, в общем, уже не принципиальные вещи. Но тогда вы вспоминаете по синусу и косинус, и тогда вы эти параметры пишите так. M равняется M0 на ну, хотя бы, зачем M0? я уже одноверил на единицу. Вы просто пишите так, например, это все равно. Скажем, синус это, допустим, фи, да? А здесь это так не будет, нет? Так, это значит Mx, My вы пишите синус тоже это на синус фи, вот так пишите, да? Тогда L ваша будет, Lx это будет так, M2 это Mx2 это будет синус в квадрате, это да, там же у вас так надо будет писать косинус это на косинус, ну, здесь вот, ну, фи давать на другой какой-нибудь, я уже не знаю, такой ущий, Lg это будет косинус это на синус, вот это вообще вот такое ущий, это то, что называется вафи, в технике, а это фи. Вот тогда сумма квадрата, ну, смотрим, Mx2 плюс My квадрата здесь, да, это вот это вот, единичка, это вот синус в квадрате, и лис квадрат плюс Y квадрат, косинус в квадрате, сумма будет единичка. Что вы выиграли при этом? Вот, посмотрим. Ну, во-первых, обратите внимание на то, что у вас этот условие кинематически-автоматически выполняется, и число параметров, давайте посмотрим, число параметров, значит, смотрим, внутри вот это, фи и вот это фи еще, три параметра, хотя на самом деле раз, два, три, четыре у вас здесь параметра, вот это очень важно, то есть вы практически к трех параметрам перечли, если вы учили вот это кинематическое соотношение. Ну, можно еще другое кинематическое соотношение учесть, вот то, что M на L у вас скалярное описание 0, ну, то есть вот вы расписываете Mx, Lx, да, плюс Mx, Lx, что-то будет синус на косинус, кстати, My на My тоже будет синус на косинус давать, да, а здесь будет, значит, косинус фи на косинус другого фи, а там будет ну, синус на синус, да, ну, и в сумме, то есть это скалярное определенное должно 0 быть равно, вы получите такую историю, синус тета на косинус тета умножить на косинус квадрат, вернее, косинус фи, косинус фи другой, и плюс синус синус фи на синус второго фи, и вот это все должно быть равно 0. Ну, поскольку синус тета и косинус тета в общем случае не 0, да, вот эта вот штуковина должна быть 0, ну а здесь у вас что получается? Вот это вот косинус на косинус плюс синус на синус это косинус или разница разных разниц, то есть косинус фи минус фи отсюда вы получаете второе условие, вот я отдельно смешу, вы получаете условие косинус фи минус второй фи, ну и равен, ну и значу разницу у меня пипа палат, то есть мы фактически видите, связываем фи равняется фи второе, плюс или минус пипа палат, плюс или минус пипа палат, ну вот это понятно, откуда следует, да, видите, м на эти что это означает, что это означает, что векторат мл перпендикулярны друг к другу, ну вот метод сфатических получений, так смотрите, число параметров реально уменьшается до двух вообще, да, если учесть вот эту кинематику все, вот это тривиальные вещи из теории магнетизма, ну я еще раз повторяю, что видите, курс теории магнетизма, он хорош тем, что на самом деле на нем учатся все теоретики просто, потому что вот все эти вещи, все эти приемы, они стандартные, и тем более, когда мы их проходим вот в терминах магнитных, они еще и более непонятные, ну вот видите, здесь стрелки рисуем, там вот эти вот ортогональные, всякие и так далее, и так далее, вот, и так видите, что получается, значит у нас отсюда следует, вернемся к построению свободной энергии, я в том, что свободную энергию мы очень часто видите, ведь свободную энергию можно двояко выписывать, вы можете стартарать для записи свободной энергии с гамильтанина, вот у вас будет курс статистической физики, там вам будут про квантовую статистику говорить и будут говорить о том, как связать гамильтаниан и свободную энергию, то есть понятно, что это самый правильный путь, то есть вы пишите гамильтаниан, ну а откуда вы гамильтаниан пишите, значит, как микроскопик, у вас должно быть, да, взаимодействие, электрон, учитывайте, спиновые части, там, орбитальные части, так далее, вот записали гамильтаниан, параметры вам, из микроскопики, известны, затем вы от этого гамильтаниана переходите к классической свободной энергии, ну можно очень просто переходить, так как гамильтаниан это оператор энергии, как бы, да, оператор энергии, то можно просто магнитчик, так часто делая, но он смотрит на гамильтаниан и крышки не видит, тем более, что крышки часто и не пишет вообще теоретики, все, так для него теперь уже это раз, и, ну не свободная, а внутренняя энергия, да, потому что, на самом деле, свободная внутренняя энергия отличается на слагаемый типа Т на энтропию минус Т на С разница между ними. Ясно, что энтропии, формально, в этом гамильтаниане нет. Об этом не надо забывать, на самом деле. Дело в том, что вот эта разница, она не сказывается при Т равном нулю, то есть при Т равном нулю свободная энергия и внутренняя энергия просто совпадает. Но при Т отличного нуля, свободная энергия всегда меньше внутренней. Ясно, что именно она будет формировать основное состояние системы. И всю дату динамику и защитить экономическое величие и так далее. Это вот один подход. А второй подход к свободной энергии, а вот как Ландау предлагал, просто а, находите параметр порядка, ну, чтобы их найти, иногда и интуичит просто. Дело в том, что есть системы, в которых так просто параметр порядка вы сразу не найдете. Надо либо как-то угадать, либо предполагать, вот, и так далее. Куча систем есть, где, скажем, магнитная структура вам неизвестна за разом. Таких систем очень много. Вот, и народ гадает, магнитные свойства мы какие-то видим, да, а какая же магнитная структура там, не знаю. Примеров того много, но вот из таких свежих, как бы, примеров, это, конечно, примеры с купратами, которые являются светопроводниками, но, с другой стороны, высокотемпературные светопроводники, но, с другой стороны, еще и магнитные свойства показывают, как ни странно. И вот, более свежие высокотемпературные светопроводники, так называемые коннективы, это система на основе железа. Вот, у них формула первого коннектида, то есть, температурного сверхопроводника, она вот такой была очень простой, лантан, перу, арсеникум, пол. И здесь, видите, здесь немедлый светопроводник, здесь железо работает. Ну, среди, сейчас этих паниктидов очень много, по-моему, даже больше, чем у парадов всяких разных. У них там есть очень простые некоторые ферруность, но это он не паниктид называется, а хальковинид, то есть на самом-то деле есть паниктиды железа и хальковинид железа вода. Они сейчас являются новыми высокотемпературными сверхопроводниками. Правда, в Купратах, ну, скажем, в Купрах напишу такой типичный лантан, два куфрома, четыре, или, скажем, и три пари, два куфром, три куфси. Вот две системы, ну, здесь есть вот шестерку поставить, это будет то, что называют родительский состав, это тоже родительский состав для Купра. Час лантана замещают на стронце или барри, получая сверхопроводник. Ну, а здесь надо просто вот шестерки к семерке ходить, тоже по кислороду, тоже будет сверхопроводник. Здесь максимальная температура 90 кельвина, здесь максимальная температура 40 кельвина. Но сейчас есть Купраты сверхопроводник, у которых температура перехода 150 кельвина. Вот сейчас рекорд 150 кельвина. Ну, да, даже под давлением 156 кельвина. Здесь существенно меньше температуры максимальной, вот, у пникидов, у пникидов, у пникидов, температуры порядка, максимально порядка 56 кельвина. Мы получали 36 кельвина. Мы получали 36 кельвина в первом северном. Кто получал? Кельвина в первом северном. Ну, ну, 36 кельвина. Нет, вот это меньше. Вот в этой системе наибольшее получается. Там, что, замена лантаны, там, значит, железо, вернее, кислорода еще на что заменяют? Максимум пока. Ну, я думаю, что больше не получат, просто у меня есть некие соображения, механизмы, и там, вот в этой системе температура и северодач переходы будут меньше в Купраторе. Купратор — это некий такой предел теоретический. У них максимально будет переход. Купратор — это же керамика? Керамика? Знаете, вот когда говорят керамика, что вам в голову приходит первое? Извиняемый керамик. Нет, то же самое. Вот, вы знаете, как, есть какой-то такой тест, когда-то спрашивают, ну, например, русский поэт? Всегда говорят, кто русский поэт? Великий русский поэт, кто? Ну, всех сказали, русский поэт. Вот, ну, там вот есть набор целый, и все это все как-то одинаково абсолютно. Ну, конечно, когда говорят, керамика, первое, что ухо будет горшок. Вот, когда я, например, лично узнал о температуре сверхопроводимости, я узнал, если это и правда, или здесь, правда, наверное. Я в это время как раз был в Афганистане, ну, поэтому я слышал, куда я узнаю, там, про, ну, телевизор, там, не телевизор был, там, афганские каналы, интересно смотреть, вечером обычно в Рамазан, в Рамазан вечером, там, показывают, ну, показывают, какого-то там, уже священника, мужики, ну, кого-то там. Вот он говорит, когда уже все, вечером можно отбой, ну, то есть, есть можно поесть, выпить чего-нибудь, там, и тогда. А вах не видят? Нет, это почему-то нормально, то есть, там, грубо говоря, там, только луна, как бы, появляется, они полуния, по-моему, определяют, там, я сейчас точно не помню, они, по-моему, еще отличаются, одни так, и другие так, полуния, как-то, полуна, все появился, ну, говорят, до первой звезды, да, раньше, в России. И там, это же событие, надо смотреть, передать специальному, и там служба целая, и вот после этого можно, ну, они там едят, пьют, а там же, до этого нельзя, не пить, не есть, не есть, даже улыбаться нельзя. там такие вот, в Ургане, жесткие правила, на улице, многие иностранцы, так вот, ну, по крайней мере, в лучшем случае, так попьют, если увидят иностранцы, которые, скажем, пьют, там, какого-нибудь, Coca-Cola, там, этих, Дуканов со всякими, вот, ну, как у нас, значит, знаете, как раньше, вообще-то и сейчас у нас, киоски, да, все есть, Coca-Cola, там, ну, всякие там, эти, что-то, поживарки, 30 лет было 25 лет назад, это было в Урганстане, это все было, все эти джинсы, всякие, часы там электронные, все, все уже было, то, оттуда привозили всякие джинсы, там, вот, это все, ну, так вот, ну, мягко же, можно, напьют, ну, а если там какие-то проблемы, чего будет, просто так, были такие случаи, вот, скажем, там, в политическом институте, в Кабуле, вот, как раз это, перед моим приездом, убили, пару, мужа и жену, они, ну, преподаватели, и там, то есть, сарабы, ну, внутренние войска, ну, милиция, внутренние войска, ну, типа милиции, в общем, ну, у нас на охране стоит, там, 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 и сами, охраняли наши, вот, Кабульскими, политическими связями, работали в Кабульском университете, а в политическом институте там стояли наши десантники охраняли еще, ну, и были еще царадой там, ну, где-то, вот, скажем, там, внутри, царадой, вовне стояли, наши десантники стояли, вот, ну, и вот, в этого царадоя, то ли наши убили кого-то там, ну, и взрослые. Ну, ну, как увидел, первое, шурави, шурави, это советский означает перевод, шурави, шура, это совет, как бы, еще, я думаю, что мы слышали, что он шура, шурави, советский, там, Советский Союз, на, вот, таджикском языке, на Тари, это, эти ходы, шурави, я бы, человек, когда первый раз услышал, эти годы, эти годы, шурави, мне, как-то казалось, как ругательство, типа, эти годы, шурави, ну, они-то, мы не знали про это, про такие вот аналогии, но смысл какой-то, или, вот, так подоить ее с вкладами, эти годы, шурави, это Советский Союз, да, ну, и взял поздно, стрельну, пару, все, хотя там, конечно, когда мы приехали, только приехали, ну, там, разносятся эти слухи, там, кто-что там, и так далее, и, ну, при, буквально в первые дни приезда, какой был случай, вывезли 10 солдат, этих 10 солдат, на грузовике, за песком, по-моему, послали, где-то, вот там, на окрае, Кабула, ну, будет прапор, послали, потому что он вместе с ними поехал, ну, идиоты, потому что ни оружия, ничего не дали, ну, за песком же поехали, ну, все, то, смотрят, их нету и лучше, ну, знаю, куда поехали, приезжали, это там, эти 10 трупов, так аккуратно, без головы лежат, вот такая ситуация там была. Какой уровень там про сверхправдивоста знаний? Такая, мы получали там, газету «Правда», я пришел в баню, и другое сообщение, что, там, отстреливаются температуры, североприваются, керамика. я так посмотрел, ну, горшки, что это вообще такое, что такое керамика, это, откуда ты как? То есть, это меня сильно заинтриговал, что такое керамика. Ну, то есть, сейчас это понятно, это просто, что такое керамика, это просто, спрессованный порошок. Вот спрессованный порошок. То есть, проводами без него сделать? spend. Ну, я думаю, из горшка, вот, попробуйте провод сделать? Можно. Вот, за то, что вы сделаете, из этой керамики, то есть, из горшка, провод, а ведь надо, для, сверхпроводящих магнитов, например, там же проволок, вот, эти ускорители, где там, сверху ящик она уже огромный объем этих сверху праздников проволоку так вот за проволоку из вот этих керамик до академии годами чем вот я тоже голосовал с этого академика как участвовал в городе вот во время демократии в начале 90-х годов ну и там какие-то шик раньше как были так были академики раньше из военно-промышленного комплекса они что никто не знал это они же работают все закрыто так а там по моему раньше пол академии было вот из таких из военных всяких институт мы не знали вот пожалуйста сейчас саров как замаз 16 это все наши закрытые городки там часто ведь работали академики так но про них никто не знал то есть это были обычно либо главный института и манусь руководитель там работает вот пожалуйста в сахаров зельдович каритон для тройки которые делал водородные волны зельдович конечно знали да и все не знают о их работе конкретный там все закрыто было и вот я помню на этих выборах уже вот предлагаю служить в академии это все что они сделали там старые были академики тоже у нас было чем 20 такая молодежь и чем 20 у нас были академики на кафедре есть фотографии с группы 40 человек которые сидят вот я помню там с собой сидел келдыш это вот не только келдыш мстислав который был президент в академии это его племянник но это очень известный физик академии келдыша ну и так далее а нашей командой проводил прохоров такую на улицу только вот эти старые академики на даме ржавы шла а вот этому за то этому за это вот этому за проволоку из из этой керамики ну то есть это это конечно работа скорее такая техническая технологическая работа ну она очень важна конечно ну там герои потом дадут академика вот такая ситуация но вернемся к нашим баранам это все магнитики это все магнит но антиферомагнетики в каком смысле у них нет спонтанно но магнитное свойство есть то есть по ней провода по резонансу варне там и так далее есть магнитный смысл какова магнитная структура то есть чем связаны эти магнитные свойства мы до сих пор вам не знаю то есть вот это вот нерве такая вещь себе это материалы которые до сих пор загадочными раз хотят сегодня мощь методов экспериментальных очень не совершенно достигла такого уровня который скажем еще там 30 лет назад он совершенно оказался золочем то сегодня во многих экспериментальных метод и благодаря стать вот этих управа прежде всего почему потому что они после восемьдесятого года когда открыли то все проводились на них были брошены вообще лучшие теоретики экспериментатор и все экспериментальные методики на них как раз совершенствовать и в некоторых экспериментальных методиках на порядке на два порядка была точность повышена после изменений и тем не менее пока эта проблема остается вот пожалуйста теоретикой экспериментаторами занимаетесь причем какие-то совершенно удивительные свойства показывает видите кстати здесь железо железо и здесь медь это чисто магнитное ионта магнитное ионта ферритр например кстати формально это соединение можно и как ферритр рассматривать здесь есть кислород и железо вот типичные два элемента типичные для всех но это тем не менее ферритр конечно называют вот такая ситуация поэтому структур антиферромагнитов огромное количество и очень важно конечно понять а что что параметром порядка появляется ну мы к этому делу вот так и подходим с простых очень структур и пытаясь все понять более сложно пока тяжело главное понятно что здесь параметры порядка они какие-то сложные какие-то они не они такие многокомпонентные это раз вторых сама структура оказывается пока они большинство неоднородный но правда структура антиферромагнитиками тут посмотрите структура тоже неоднородно ну то есть то значит вы пришел и двигаетесь у вас меняется тоже неоднородно структура ну если я скажу то однородный антиферромагнитик это нормально то есть имеется ввиду что в пределах подрешетки у вас все однородно кстати вот это вот упорядочение такое вот видите вверх-вниз 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 варки антиферромагнитную упорядочение еще употребляется чем в основном английской литературе такой термин для обозначения упорядочения типа антиферромагнитного то есть когда у вас какой-то параметр порядка при движении по решетке меняется употребляется еще вот такой термин ему нет перевода русского такой порядок называется еще 100 город это когда у вас вот пример я беру такой чем неважно что у вас здесь меняется но если у вас какой-то параметр порядок вот прибыль так плюс-минус плюс-минус я говорю что речь идет о стаггер ходом стаггер порядок ну в переводе обычно говорят порядок типа антиферромагнитного стаггер вот это как раз пример такого стаггера порядка что очень однородный но представьте себе у вас магнетик такая же решетка но разбивается на некие области скажем порядка надо размеров порядка 10 несколько параметров решетку скажем да где спиновая структура в пределах такого надо области она одна ну а при пограничной области она резко меняется ну например для ферромагнетика это можно легко представить я беру структуру а вот как я нарисую как я не загружу вот так вот ее вот такой пример неоднородной структуры ну кстати даже нарисую стрелка здесь вот тоже будет аромат структура да а не ферромагнитная структура но антиферромагнит в каком смысле я суммарно вот нет момента не будет у вас вот такого типа ну однородная зависимости от того каков вас период структура за период структура да ну здесь не обязательно синус хотя может быть синусе дали такое привлечение может быть и не обязательно свидание он период для для на пересу так вот если я на ваши не кратно не кратно параметру решетки вот я же условно скажу это для параметры шутки а так вот если ляда не кратно параметру решетки мы говорим о так называемой неизмеримой структуре неизмеримой структуре вот по запрещению английской инкоментшурайт я напишу в английском инкоментшурайт очень популярны они структуры очень модные и исследуют широко теоретически экспериментально. Их не так много обнужен сегодня, но они вызывают повышенный интерес к своеобразной структуре. Это может быть структура, которую скорее можно назвать волной спиновой плотности. Это волна спиновой плотности. Спин, спин, дэнсити, дэнсити, вэйв. Волна спиновой плотности назовем это с другой. Видите, здесь есть пример одномерной такой волны, но она может быть и не одномерной. С одной стороны, это некое неоднородное такое упорядочение, конечно. Спин, дэнсити, вэйв, но по первым буквам это СДВ, очень популярный термин. И я боюсь, что в половине статей, вот это вот сокращение, без расшифровки, вы можете увидеть, что трудности вызывает при первом чтении. Хотя обычно редакция за этим ведет, и если вы написали, например, ЭПР, да, ЭПР, ну в российских изданиях еще вы проскочите, а на западе вам технически сразу скажет, расшифруйте. То есть это означает, что в начале статьи, как только первый раз ЭПР встретил, вы должны писать скобочка электронный парамагнитный резонанс, а в стопку пишите ЭПР. Ну и потом дальше, пожалуйста, уже используйте сокращение. Это, кстати, вот к разговору об оформлении работ, но не только, кстати, и в науке, это вообще везде принято. Вот. Спиндансити, вы видите, тоже антиферомагнитная структура. Но такую структуру определить не так просто, не так просто. Нейтроны вам могут ляда дать, то есть период из нейтронов вы можете определить. А вот саму структуру, характер ее определить очень сложно. Почему? Потому что с тем же периодом ляда может быть куча других структур. Тоже формально антиферомагнитный, но я приведу спиральную структуру. Спиральную структуру. Давайте так вот я нарисую. Вот здесь, да, вот так. Потом поворачиваться вот так, поворачиваться вот так. Ну или давайте я соберу все эти стрелки в одну точку, да, и нарисую вам спиральную структуру. Вот она как. Вот я взял, все их собрал в одну точку. Ну правда здесь видите, как у вас видно, что период структуры, который вот так я изобразил, он еще будет кратен к периоду решетки. Кратен. Потому что если вы инкоментурой спиральку нарисуете, то она у вас заполнит всю вот эту вот сферу. Ну не сфера, это группа заполнена, правильно? То есть здесь видно, что период... Можно посчитать, сколько там его. Осень, что ли? 3,7 я нарисовал. Ну ладно. Вот. Угол, угол между соседними спинами в спиральку, вот я плоскую спиральку изобразил как бы, да. Называется, опять же нет русского перевода, Pitch Angle. Pitch Angle. Угол вот между соседними. Ну вот я спроектировал, вот скажем, вот здесь давайте, пусть это соседними спины будут, да. Вот этот угол, Pitch Angle. Ну и здесь можно тоже возьмите вот эту стрелку сюда перетащить. Вот это вот угол, вот тоже печаль. 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 Ясно, что если и ваш печаль не равен к 90, а кстати интересно, если этот печаль был равен к нулю, это февромагнитное передачение, если этот печаль был равен к 180 градусам, да, 180 будет антифевромагнитное передачение в цепочке, если 90 градусов, ну это будет, конечно, не эфера, не антифера, а вот это такое ортогональное передачение, то есть раз, потом на соседней спине вот так, потом вот так, ну по 90 градусов и поехали там, не в цепочке. Но это все будут соизмеримые структуры, комменшеры. Ну а если угол у вас равен, печаль мы равен, например, 8, не 90, а 87,3. Все, у вас тогда структура будет не соизмеримая уже, не соизмеримая структура. Вот примеры тоже антиферромагнитных, но более сложные структуры, так, более сложные структуры. Это структуры, видите, не коллинеарные, не коллинеарные структуры, спиральные, не коллинеарные структуры. Кстати, здесь куча еще всяких комментариев к этим структурам можно привести, ну и посмотрите. Закручивая спиральку можно либо по, либо против щитовой стрелки, правильно? Лишь эти спиральки будут отличаться тем, что называют хилисити, ну или керальность. Керальность будет отличаться, знак как-то, керальность. Раз. Ясно, что второй вопрос о приточении, скажем, в пределах этой цепочки, ну а в материале трехмерном этапе, система цепочек. А как это все? Между цепочками все приточение идет и так далее. Вопросов очень много. Дальше вот видите, spin density wave. Это плоское, я вообще говоря, такое, плоское приточение спина. Вот. То есть в одной плоскости они все торчат. И на самом деле структура это коллинеарная, правильно? Соседние спины, видите, они параллельно, но и ровно всегда. Но в целом у вас получается, что модуль, модуль спины, видите, модуль спины меняется. Отсюда spin density wave название. Spin density, ну вот имеется в виду модуль. Если модуль один и тот же, значит у вас никакой spin density волны нет. Одна и та же плотность спиновая. А вот ориентация спина, она как бы связана уже не со spin density, не со спиновой плотностью. А это некий такой порядок порядка, связанный вот с ориентацией. Это тоже нужно помнить. И вот если вернуться назад к простейшему антикарамагнетику. Видите, мы здесь говорили, что здесь моменты M1, M2, моменты подрешуток по модулю одинаковые. И не меняется эта константа. Ну а в spin density waves как раз это величина меняется. Видите? Поэтому на самом деле, вот когда мы от школьного антиферомагнетика переходим вот к тем сложным структурам, исследования которых на самом деле вот сегодня как раз вот так вот очень актуальна, это такая горячая тема. Ну я вот такой маленький пример приведу. Вот один из первых спиральных магнетика. Я к нему имел прямое отношение. Литий Купрум 2А2. Вот в нем как раз вот вот такого типа структуры спиральные. Литий Купрум 2А2 с печеновым порядка 80 градусов. Т.М2, М2, 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 М2. Просто... Как-то ко мне, я был в Дрессене, ко мне подошел приятель из МГУ, я по-ручку, потом намерил спектр-МР, на нитию вот в этом материале у него. Как-то они странные были такие. Ну, че-то я там посидел и предположил, что там такая вот спиралька. Тогда, можно было объяснить этот спектр-МР. удивительно я бы сказал удивительно красивый был такой спектр обычного спектр а так спектр так и видел при другой там ориентации полет еще хитрее было все вот так очень красивый объяснили сегодня статья которую опубликовали на очень широко цитируется эксперименталь был одной из первых и модель которую я предложил честный раз будет и барах так чтобы объяснить эксперименту что я могу думать о разных вариантах я взял простой вариант ну правда плоскость у меня начали не подошла я спиральку сделал пространство ну то есть можно представить себе что спины не много вот в посты ночи и выходят то есть они вот так закручиваются геликоиды такого ну все спектр и мы объяснили картинки красивые вот это между прочим работа в институте дрезвене в 2005 году эта работа получила первый приз и мои рисунки но я сам делал вот висели год целый фольер института как достижение хотя повторяли где было фигня вообще просто через как теоретик взял подогнал какую-то спиральку посмотрел а вроде подошло все и неожиданно это работа стала очень популярна ну формально действительно у меня это было 1 спектр и до сих пор нас этим соединение до сих пор возятся и в том числе явно до сих пор подопчем потому что я же повторяю я просто один из вариантов сел сейчас есть другие модели вот например посвящен и сульфиз проблем не время со мной значит так вот и там другая структура я не так я чувствую не достаиваю как вариант они вот такого структура вот такая структура опять же вернулись к этому среди мы вернулись моей структуре там большая команда из немцев и наших бизнес институтов из проблем из дальше там есть еще поставить и это такая горячая на самом деле тема чем повторяем очень непростая потому что определить вот такого типа структуры очень сложно то есть на самом деле любая методика видео например форму линии сложны но тем не менее вариантов структуру который будет форму линии дали их очень много я прекрасно понимаю и понимал раньше и в этом смысле это дискриминировать как то есть разделить выделить одну структуру не трогать то же самое нейтрон и могут например вот период структуры определить челка просто фиг и все период структуры кстати где бы не может это сделать но какая самая структура будет период знают трон это же не могут несмотря на высокой точность сегодняшних методов сегодняшних методов нейтронографии вот поэтому вот эти вот картинки если вы их увидите вот имеете ввиду что это просто некие варианты некие варианты как на самом деле устроены вот эти сложные антиферомагнетики с неколинеарным или с увеличением типа спиндэнский вейв это видите свой рода не однородные структуры все колинеарные или неколинеарные пока никто не знает так вот в этих материалах в частности панектида вот один из вариантов игра спиндэнский вейв и вот сейчас народ как бы в основном к этому и подошел что скорее всего спиндэнский а какая и спиндэнский вейв тоже очень много вариантов тем более материал трехмерный хотя в нем есть плоскости филом арсеников плоскости какие-то но в целом он трехмерный поэтому на самом деле это не такая простая одномерная цепочная структура написать вот этот термин цепочка тоже широко используя чей то что я рисую спинчейн 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 спинновая цепочка спинновая цепочка и материалы так и называется спинчейн компау скажем так и так далее ну немножко вернемся назад давайте мы без приема пораньше закончить и больше мы начали это ведь мягко выражаясь итак вернемся немножко назад ну во первых я хочу построению свободной энергии еще раз вернуться простые модельки школьные они иногда ну полезны лишь оказывается и так мы с вами договорились что вот среди вот таких изотропных инвариантов на самом-то деле можно оставить всего один либо этот либо это почему то что сумма квадрат плюс квадрат констант оказывается поэтому пожалуйста не поставляете либо этот либо это ведь упрощение и точно не теоретика ваша конечно должен об этом четко помнить во вторых свободную энергии вы можете переписать в терминах вот этих углов тета и фи всего двух углов что это означает будет означать что вот здесь у вас пойдем значит что синус квадрат это и скосинус квадрат это непонятно что одно из них надо оставлять в числе с квадрат константа и вы можете перенормировать вот эту комбинацию и просто добавить в f0 какую-то часть который у вас константы останется а вот следующий более сложный анализ это адрес вот эти антизаторонных слагаем как с ними бы кстати тоже не так уж сложно во первых вы их тоже можно перевести в углы то есть тригометрические функции mx lz mz lx кстати обратите внимание на эту комбинацию она напоминает вам что-нибудь типа векторного произведения извините векторного произведения m на l, m на l, y компоненту она будет так выглядеть m векторного на l, да, вот так y компонента это будет mz lx минус mx lz, да, а ну тут правда есть варианты, видите, и сумма а хотя если d1 и d2 одинаковые, тогда здесь сумма входит, но если они разные, ну тогда что надо сделать, надо выделить разность и сумму, так и делают, то есть вот эту вот комбинацию разбивают на две части, симметричную и антисимметричную комбинации произведений m и l, вот, и вот эту антисимметричную комбинацию, антисимметричную комбинацию, ну фактически вот сводят к векторному произведению, то есть вот m на l, y компоненту, вот так и пишут, это есть mz, mx минус lx lz, lz, ну и какую-то берут константу d, а d будет определяться через, естественно, через разность d1 и d2, вот, ну тут скобочка, значит, да, равняется d. Ну, кстати, легко доглядаться, что на самом-то деле, вот мы с вами рассматривали взаимодействие Зелошинского, говоря, да, вот оно присвоится к этому. Почему? Ну, давайте посмотрим. Смотрите, вот, взаимодействие Зелошинского расписывалось как? Я напомню, d1, 2, s1, в паре, s1 на s2 векторное. Ну, ясно, что, если вы переходите от спинов к магнитным моментам, тем более, что у вас тут подрешеточный ферромагнетик, там два параметра порядка, m1, m2, либо ml, тогда вы как переписываете? s1 на m1 можно заменить, потому что все s1 в одной подрешетке номер 1, они все одинаковые. Ну, здесь из той же подрешетки спин 2 быть не может, почему? Потому что в пределах подрешетки мы видим все спины параллельные, и вектор обязательно, ну, любую троту. Поэтому здесь s1 и s2 это обязательно спины из разных из двух подрешеток, разные. Первый и второй. Ну, сейчас s1 и s2 на это указывают. Вот. Поэтому на самом-то деле это можно перенормировать, но, правда, при этом я что должен сделать? Я должен плюнуть на то, что это операторы, и буду смотреть на них как классический вектор. Ну, в магнитизме это типичная вообще такая ситуация. Итак, переходим к комбинации типа D, M1 на M2, M1 на M2, M1 на M2. Но, кстати, сразу видим, что, ну, это, кстати, вверх прожилет, да? Кстати, сразу видим, что минимум энергии мы здесь получим, если M1 на M2 будут ортогональны друг другу. Ну, в антиферромагнитике, да, они еще и коллинеарны, то есть они антипараллельны друг другу. И в антиферромагнитике идеально, это ноль вообще говоря. Но, тем не менее, если симметрия этого антиферромагнитика допускает такое слагаемое, ну, вот это, в частности, слагаемое, да, то мы тогда будем, что, придем к приводу, что нет, в этом антиферромагнитике у вас M1, M2 будут неколлинеарны за счет вот такого слагаемого самода энергии. Ну, кстати, дальше что мы делаем? M1, M2. Ну, перейдем к нашим параметрам порядка M и L. Ну, давайте посмотрим. M1 на M2 векторное. Ну, во-первых, можно что сделать? Можно M1, M2 выразить через M и L. Ну, легко видеть. Сумма. То есть M1 это M плюс M, а M2 это M минус L. Обратно. И теперь, если поставить это произведение векторное, ну, что мы получим? Мы получим, что на самом деле это сведется к M векторному на L. M векторному на L. А слагаемые типа M на M вектор, они же не могут равны. M на L вектор, ну, классический вектор, да. Не только M на L. То есть фактически это слагаемое сведется вот к этому. D. Константы я выбрасываю все. M, вектор ферромагнитное, вектор айтиферромагнитизма, M на L. Да это вот как раз то, что нам надо. Понимаете? M на L. То есть сразу можем сказать, что вот это слагаемое в свободное диагоно связано со взаимодействием взаимодействиями, ну, антисимметричной части. Но есть, правда, симметричная часть, симметричная часть. Ну, никакой догадаться, что симметричная часть будет связана с обычной одноионной, как мы говорили с вами, или двухионной анистерапией второго порядка. Ну, и вот здесь ниже стоят типичные слагаемые типа анистерапии второго порядка. Вот они. Их тоже можно в лап свести, так? Мы с вами об этом говорили, потому что слагаемые типа S в квадрате, одноионной анистерапии. Но я совершенно можно свести слагаемые типа 8 в квадрате этого, там 10 в квадрате этого. И, конечно, вот уже на уровне простейшего антиферрораблетика куча вопросов, конечно, возникает. Во-первых, вопрос по связи симметрии присталов, соответствующего, да, и вот этой свободной энергии. Понятно, что вот это вот, например, слагаемые типа Залашинского, оно может симметрией допускаться, а может не допускаться. И есть ряд магнитных материалов, в которых оно допускается симметрией. Эти магнитные материалы называют, ну, в одной джорочной, я имею в виду, их называют слабыми феромагнетиками. Ну, вот я об этом говорил. Почему? Потому что в них у вас, за счет этого слагаемого, да, подвиж, моменты подвижения, будут скошены, то есть угол между М1 и М2 будет не 180 градусов, а немножко отличаться. Отличаться. За счет чего? За счет конкуренции. Вот эти слагаемые, видите, вот эти слагаемые, их происхождение с чем связаны? Да вот с тем самым основным обменным самодействием газа, типа S1 на S2 столярную. Ну, если что, S1 на S2 столярную возьмите, да? Вот давайте, здесь мы смотрели, как Залашинский передовывает нам слагаемые типа вот этой своеобразной нестатой Пи. Ну, а если взять и S1 на S2, причем здесь у вас спины, здесь же скалярное произведение, спины могут быть оба из одной подрешетки, либо из разных, все равно. Ну, если они из одной подрешетки, ясно, что это даст слагаемые типа M в квадрате и L в квадрате. Вот. Если они из разных подрешеток, это будет, опять же, будет давать слагаемые типа и M в квадрате, и L в квадрате, и NA, но они 0 обращаются. Значит, вот из этого фактически Газенбергского взаимодействия мы получим вот эти слагаемые. Ну, а так как между ними еще связь есть, то есть мы получим слагаемые типа либо L в квадрате, либо L в квадрате. Ну, а там, ну, представьте себе, да, я оставлю такой слагаемый, плюс AL, L в квадрате. В зависимости от знака L, да, вот, я могу что сказать, если AL отрицательна, то минимум энергии будет при максимальном L. Ну, а максимальное L когда будет? Ну, когда две подрешетки будут антипараллельны. Да. Ну, а если AL положительна, то, наоборот, минимальное L. Ну, а минимальное L когда? Когда у вас на самом-то деле M1 будет равно M2, ну, вот так это же ферромагнетик. То есть на самом-то деле, видите, вот эта схема, она, конечно, позволяет вам и в случае ферромагнетика отключить сюда. Почему? Потому что ферромагнетик можно рассматривать как частный случай двухподрешетчного антипараллельна. Одноподрешетчный вариант двухподрешетчного магнетика, и все. Это вот тривиальный частный случай. Ну, ясно, что если у вас вот здесь вот и обменный интеграл положительный, это будет как раз соответствовать минимуму энергии, значит, при антипараллельной спине, то есть антиферромагнетизме. Это будет соответствовать положительной И отрицательному А. Вот. За счет чего? Ну, когда вы начнете переходить к этим вот всем, M и L, там это автоматически, инверсия знаков, там автоматически учтется вся. Вот такие, значит, соображения относительно свободной энергии. Относительно свободной энергии. Еще раз напоминаю, что свободная энергия либо сам конструирует, просто исходя из выбранного мною набора параметров порядка магнитных, это очень непростой вопрос. Для этого как бы надо каким-то образом предположить эту структуру магнитную, только тогда я могу говорить вам конкретные параметры порядка. То есть я должен как бы знать ее тогда, вот, эту структуру. Ну а чем тогда заниматься, я ее уже знаю? Нет, вопросов-то очень много. Что значит, я ее знаю? Я могу знать, например, в отсутствии поля магнитного, вот так, вот, а в поле что будет? Вот я могу ее знать, может, приторанную нулю, тогда вопрос, а что будет претереть неравную нулю и так далее. То есть вопросов все равно много. Вот. Ну или я могу угадать только, ну, это есть, только какую-то одну сторону, одно проявление для мобильной структуры. Ну, например, я могу угадать, что это спирали. Ну, спирали-то вариантов очень много. Вот. Ну, вот тогда начались я умерла спираль, я ввел параметры порядка и начинаю смотреть, минимизацию по параметры порядка и смотреть, какого типа это спирали, потому что случилось и так далее. То есть это такая игра и очень забавная, интересная, конечно, когда, вот я буквально, причем иногда это вся теория очень простая, вот очень простая. Мы вот потом вернемся снова к спиральному структуру, когда мы не рассматриваем, фрустрированные магнетики. Ну, а сейчас идем дальше. Вот я говорил о двух подрешеточных значит магнетика, а не ферромагнетика. Ну, сразу скажу о четырех подрешеточном магнетике. Почему? Ну, то есть, я бы так сказал, что нам с вами зацикливаться на типичной магнитной, точнее говоря, задачах, ну, я считаю, неинтересной. Почему? Ну, вы же, скорее всего, магнитчиками не станете, так? Вот. Вот. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шестерых одного магнетика хватит. Ну, и отменено. Я опять же говорю, почему? Потому что я стараюсь вам говорить о каких-то вещах, которые, ну, такой универсальный уносит характер, и они типичны. Хотя они как бы, у них ноги растут вот магнетизма, но они типичны для всей нашей телофизики, особенно физики, консервного стояга. Так вот, буквально несколько слов о четырех подрешеточном антиферомагнетике. И вот для чего. Дело в том, что в четырех подрешеточном антиферомагнетике там вводится обозначение, обозначение параметров порядка, которое, ну, на самом деле, широко используется за пределами, опять же, того же магнетизма. Итак, что значит четырех подрешеточный антиферомагнетик? Ну, давайте я рассмотрю теперь трехмерную структуру. Вот это, видите, я всю картинку рисовал на примере такой плоской решетки. Плоской решетки. Хотя, кстати, даже плоской решетки, смотрите, я же могу плоской решетки, еще вариант антиферомагнитной структуры, коринеарной, предположить. Ну, какой вариант? А вот представьте себе, вот здесь видите у вас какие? Вот вдоль этой линии все спины параллельны, да? Вдоль этой линии все спины тоже параллельны, но антипараллельны между собой, да? То есть у вас здесь, если вот по диагонали смотреть, под 45 градусов, у вас получается так, феромагнитные цепочки, связанные между собой антиферомагнитные. Ну, кстати, вы можете вопрос задать, а почему тогда под 45 градусов не повернуть эту структуру? Ну, давайте посмотрим, что будет, если я под 45 градусов его поверну. Тогда у меня вот эти спины, да? Тут будут все параллельно смотреть друг к другу, эти в другую сторону, но вот как раз будет совсем другая структура, не та, о которой мы говорили вначале. Это не шахматный порядок, не шахматный порядок. То есть это будет феромагнитная цепочка, феромагнитная цепочка, но между собой они связаны, антипараллельно. Антипараллельно. Это не шахматный порядок, конечно. Не шахматный порядок. Структура. Ну, повторяю, до шахматного порядка характерно. Антиферомагнитные, то есть, здесь ближайшие соседи. Ну, а здесь, видите, у вас странная будет картина. Здесь ближайшие соседи феромагнитные, а здесь антиферомагнитные. Ну, правда, вы сразу скажете, ну, вообще, вот если у вас решетки квадратные, то это маловероятно. Почему же так получилось? У вас здесь зимодействие по квадрату, да, одинаковое расстояние, все, здесь одно феромагнитное, здесь одно антиферомагнитное. Вот видите, я как бы, не знаю, я не хотел, специально у меня получилось, что решетка такая прямоугольная, развивалась, не квадратная. Ну, тогда это нормально, да. Тогда у вас вот здесь, вот видите, расстояние побольше, ну, обменный интеграл, в принципе, это расстояние зависит, и в принципе, может знак даже сменить. Такое возможно. Но увидите, это другой пример коллинеарной магнитной структуры. И если для плоских решеток, мы вот видите, параметр порядка вводим Эмирэль, то здесь, конечно, надо по-другому параметру порядка вводить, потому что, видите, у нас здесь все подрешетки по-другому, теперь выставлены, так? Ну, тем не менее, вот новая структура я буду рисковывать на примере трехмерия, трехмерия. Итак, представим себе, что у вас в элементарной ячейке, кстати, вот про элементарную ячейку тоже надо хотя бы два-то слова сказать, дело в том, что, видите, вот здесь уберите все спины, да, вы получите решетку, обычную решетку, ну, а что такое обычная решетка? Это некая трансляционно-симметричное распределение заряда, вот, для этой решетки можно элементарную ячейку вести вот эта элементарная ячейка какая-то такая, причем на эту элементарную ячейку надо всего одинаковым сердцем, то есть, у них одинаковый, что-то простая, без партизов, как говорят, всего одинаковый. Но, теперь я беру антифермуляцию предлечения, но понятно, что элементарная ячейка теперь мне изменилась, она стала больше. Почему? Ведь элементарная ячейка тут кирпичит, транслируя которую, я получу все решетки, но транслируя вот этот вот квадратик, да, напарамент решетки, я не смогу получить то же самое, так, причем, потому что, вот этот спин должен сюда перейти, а здесь же он в другую сторону должен быть направлен, поэтому на самом деле период решетки магнитный он удваивается, в данном случае, по всем направлениям, по всем управлениям. Кстати, обратите внимание, здесь он удваивается только по одному направлению, поэтому направление не удваивается. То есть ясно, что при формировании антиферомагнитного порядка у вас на самом деле еще и трансликционная синетрия меняется. И в этом смысле говорят, что кристаллохимическая ячейка, то есть исходная, и магнитная ячейка, они не совпадают. В случае феромагнитного они совпадают, потому что там феромагнитный порядок, он трансликционную синетрию решетки сохраняет, а антиферомагнитный нет. Ну, по крайней мере. Супер ячейка, она не так. Супер ячейка, это называется? Ну, назовите за супер ячейкой. Ну, просто как магнитная ячейка или... Ну, мы не включаем. Ну, можем, пожалуйста, представить супер ячейку. Вот она, в данном случае, видите, по объему в четыре раза больше будет. Там вот она в два раза больше всего становится по объему. Вот это раз. Это очень важный, кстати, момент. И дело в том, что для теоретиков очень важно, как на самом деле начинать исследовать эту систему. Трансляционная синетрия раньше была с периодом А, теперь она с периодом два осталось. Я сама запекаю немножко скажу так, что на самом деле теоретики и на возле правильно поступают. Они все-таки работают чаще всего в пределах кристаллохимической, кристаллической симметрии, кристаллической структуры. Кристаллической структуры. Вот. Это во многих отношениях удобно, конечно. То есть, вы искать и сохраняете все-таки основную кристаллическую структуру, а магнитурами на нее накладывают. Магнитик такой делаете. И работаете с элементами симметрии, которые соответствуют зарядовому, зарядовому распределению, симметрии зарядовому распределению. То есть, симметрии, что-то просто. Чаще всего именно так делается. По-другому, потому что означает, что вы работаете не с группой магнитной симметрии, а с группой обычной симметрии. То есть, обычной пространственной симметрии. Большая разница. Но вы догады, что группа магнитной симметрии, они сложнее вообще. Но, тем не менее, есть подходы, в которых мы вынуждены работать с учетом магнитной симметрии, с учетом соответствующих теорий групп, соответствующих классификаций, и так далее. Так вот, представим себе теперь, что, видите, в этом момент к ферромагнитике с шакурным предлечением у вас на ячейку два теперь узла получается, два иона. Почему? А потому что в этой ячейке вы должны оба спины отключить. Только тогда транслиться, транслирование, ячейки, вы получите все решетки. То есть, у вас еще происходит здесь еще и как бы двоень чела атомов полимитарной ячейки. 2 становится и 2, так видите, вот, иду, подрешеночная модель как раз. Потому что скажем атомы в этой новой элементарной ячейке, вот эта новая элементарная ячейка, да, скажем атомы, вот два атома вы возьмите, пожалуйста, может, я вот эту взять на элементарную. Вы с этими двумя атомами вы и связываете две подрешетки. Ну, представьте себе какую-нибудь сложную такую структуру, где в элементарной ячейке попадает 4 спина, 4 атома, 4 атома. Ну, тогда, скажем атомом, скажем 4, я вам пример прямо приведу такого соединения. Ну, вот, например, классический пример. Лантан, марганецо-3, манганит очень известный сегодня. Ну, и, скажем, рядышком лантан, феррома-3. Оба имеют одну и ту же структуру, кристаллическую, но магнитная структура у них разная. Это ортоферрита, это ортоманганит. вот это соединение было популярно, я сейчас скажу, лет 35 назад, все вокруг него бродили. А сегодня вот это соединение очень популярно. А лет 35 назад, когда вот это было популярно, вот это было, ну, я примерно писю сюда, и сказать, это тоже характерно для науки. Вот это соединение было очень популярно в начале 60-х годов, как-то странно. Вот его там открыли, начали исследовать, мы ничего не поняли в свойствах, то есть какие-то странные свойства были у него. Вот. Ну, что-то поторкались, поторкались и так плюнули. У физиков говорят, док-теоретиков, это часто бывает. Жюри, буду биться там, сколько-то, кушать хочешь, а пока ты бьешь, а никто не платит денег. Ну, и народ плюнул и пошел на эту систему, она более простая. Вот я, кстати, сам тоже с этой системой начал заниматься в свое время. Почти случайно, правда. Не без всяких этих самых, без моды. Знаете, как бывает? У меня, на самом деле, во многом деятельность моя определилась случаем таким, что-то так вот, как на чищу, нет, что-то это не курил, правильно, я в аспиратории был. На шеф, мы тогда, кафедра у нас была, знаете, вот там внизу, сейчас там какая-то лаборатория, пытаемся по коридору идти, там третьему еще отдаться такому красивому. Там будет вечеринный центр, вот там, где, кстати, компьютеры, там раньше была большая физическая аудитория такая. А вот прямо на дверь, напротив, на шеф, на руках физики, вот, а там, значит, было, ой, вручок, это уже случилось, позже, правильно, позже, это мы сюда уже переехали, да, 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 сюда, правильно, вот был кабинет, заведовший, рядом кафедра был, сейчас мы, видите, сделали одну общую комнату, а раньше было дверь, правильно, вот, а у нас, Анатолий Алексеевич Бердышев был завкафедр, он, а, любил семечки щелкать, иногда покуривал, еще он любил, он известный хорошо, он переводил с английского на русский Анжелику, Анжелику и короля, Анжелика там, Маркиза, ангелов, перевод не было, вот, он, напомним, мы на мокровку или картошку едем, сидим вокруг кучи морковки, там, Анатолий Алексеевич рассказывает, Анжелику и король или Анжелику Маркизанду, вот, и еще он любил, Он еще любил статьи разные искать, переводить там на чертахи и так далее. У него огромное количество, кстати, вот еще из этой комнаты, помните, здесь вот завалы были? В среде них завалов две трети это вот переводы Анатоли Се еще разные. Ну, бросать как бы нехорошо. Вот, вот сейчас они там у меня в кабинете. Вот, он еще любил это все переводить, и у него всегда на столе была куча журналов, физрэп, прежде всего, с закладками там разные, некоторые открыты, вот прямо тут переводят. Вот, я помню, что-то я как-то к нему пришел, а его не было в кабинете. Ну, что-то жду, вот так его ждут. Ну, взял какой-то журнал сверху, такой, физрэп, болтается. Вот так вот, не знаю, просто, али. А там нарисован такой график, ну, работа экспериментальная, точка на Эли, вот таких соединений, здесь вот R разные, вот там, неодим, празиодим и так далее. А вот здесь вот нарисован угол связи железо-кислород-железо, вот в этих соединений. Он меняется, он не 180 градусов, где-то 140, 150, 160, меняется. И точка на Эли меняется, вот так вот, в зависимости от угла дета связи, вот эта. Вот так вот. И рядышком формула написана подобная. ТН равняется А плюс В на косинус тета, вот так вот. Подобная. Я что так посмотрел? Так, погодите, вот формулу можно вывести. То есть она просто подобная, ее можно вывести. И вот я занялся выводом этой формулы. Вот с тех пор этим и занимаюсь как-то, да? Ну, то есть, на самом деле, это надо обменными взимодействиями, если не заняться всякую там электронную структуру, геометрой решеткой и так далее. Вот этим мы и занялись. И удалось бы эту формулу получить. Правда, она оказалась немножко более сложной. Только плюс гамма, косинус квадрат какая-то. Вот это слагаемо оказалось более важным даже. Вот там вот вся наука пошла. Вот эти все деньги тогда невозможно было понять. И знаете, во многом почему? Хотя, слушай, теоретики, они завязаны на экспериментатора. Вот, ну, если эксперимент плохой, ненадежный, ну, теоретику, на самом деле, опасно даже с таким экспериментом связывается. Вот в то время, на самом деле, проблемой с сегодняшней колокольной, смотри, была проблема еще образцов. Вот эти системы достаточно жесткие такие. То есть, они мало чувствительны к дефилентности и так далее. Ну, это, правда, тоже условно. А вот эти образцы, в зависимости от того, как вы их вырастите, в какой атмосфере там, то ли на воздухе, то ли в аргоне там, и так далее, то есть нейтральная какая-то атмосфера, унеслось очень сильно менять. И в те годы было совершенно невозможно это контролировать. И поэтому все экспериментальные данные были вообще странные. Ну, наверное, что-то покрутился, покрутился и плюнули. И плюнули лет на 30. Новый к ним интерес буквально возник вот лет 10 назад примерно. Это примерно даже меньше. Меньше. И сейчас они такие ультрамолдные соединения. По своим экспериментальным методикам стала другая точность измерения резко повысит. Надежность, надежность образцов, надежность экспериментальных данных. Ну, и теоретики тоже включили. Правда, до сих пор эти соединения до сих пор тоже имеют объясненные свойства. Но все-таки сегодня экспериментального материала надежного значительно больше. Хотя, повторяю, проблем теоретически очень много, проблем объяснений. Так вот, в этих системах... Нет, все, тогда на сегодня хватит. Я могу здесь бесконечно говорить. Все.